Дорогие друзья, я вас всех приветствую, но перед началом этого выпуска советую вам подписаться на мой телеграм-канал, так как именно там выходят скриншоты с моими ставочками на этот номерной турнир UFC 276, а также опубликую парочку скринов, поэтому ребятки, чтобы не пропускать мои ставки, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка будет в описании под этим выпуском и в закрепленном комментарии. Ну а в сегодняшнем ролике мы поговорим о поединке, который пойдет в средней весовой категории и с огромной долей вероятности это претендентский поединок. В общем, у нас есть Алекс Перейра, который встретится против бойца, который занимает четвертую строчку рейтинга, это Шон Стрикленд, и действительно Алекс не входит даже в топ-15, в то время как на четвертой позиции у нас находится Стрикленд. От этого, конечно же, и интересен становится этот поединок. Вообще, этот бой должен был носить характер. Пятираундового поединка, да, но матчмейкеры решили сделать его трех раундом. Еще раз, да, интрига, как говорится, имеется. В общем, как всегда, ребят, мы поговорим о бойцах, разберем их бойцовский карьер, ну и, конечно же, в конце выпуска подыщем вариант для ставки. Погнали к разбору. Давайте начнем этот разбор с Алекса Перейры, это боец, который по своей базе является кикбоксером, выступал он в Глори, где являлся чемпионом, побеждал действующего чемпиона UFC Израиля Десанью. В общем, в какой-то момент решил попробовать свои силы. Конкретно в ММА, дебютировал в 2015 году в организацию Jungle Fight, это бразильский промоушен, да, где в дебюте проиграл и с того момента больше не проигрывал по профессионалам в ММА. В общем, выступал там же в Бразилии, да, потом был подписан в организацию LFA, там провел поединок и благодаря удачному, скажем так, выступлению, да, в организации LFA и получил контракт с сильнейшим промоушеном мира с UFC. Сейчас в данный момент UFC провел два поединка, встретился против Михалидиса, которого он нокаутировал, причем очень ярко, да, ну и соответственно в крайнем поединке сошелся против, точнее встретился, сошелся, да, против своего соотечественника Бруно Сильвы, это боец, который, ну скажем так, в России смог навести довольно-таки серьезного шороху, став чемпионом организации M1 Global, победив Шлеменко, да, причем сделав это досрочно, плюс снес чемпиона Артема Фролова, по-моему, да, Артем Фролов, если я не ошибаюсь, вот, ну и соответственно после этого был подписан в организацию UFC, ну я имею в виду Бруно Сильва, да, но в какой-то момент попался на допинге, был дисквалифицирован, ну в принципе поединок получился интересный, ребят, то есть был накал страстей, особенно в третьем раунде, где Бруно там чуть ли не улетел в нокаут, да, был сильно потрясен, ну в общем судейским решением тогда Алекс одержал победу. В общем переходим к его бойцовским качествам, здесь стоит подчеркнуть, что тренируется он в команде вместе с Гловером Тейшерой, то есть если мы посмотрим на то, как его бороли конкретно до того, как он пришел в UFC, до того, как он начал работать с Тейшерой, да, то есть в принципе его можно было переводить, его там контролировали, то сейчас вот если посмотреть поединок против Бруно Сильвы, да, были переводы, но это были такие мимолетные тейкдауны, которые были без контроля, там в принципе Алекс быстро подымался, да, и ну в принципе не давал ничего своему оппоненту сделать, и из клинча в принципе хорошо работал, локти подключал, колени подключал, да, на ближней дистанции тоже отрабатывал хорошо, ну то есть соответственно видно, что скилл в этом аспекте, он прокачался, В ударной технике, конечно, это, поскольку это базовый кикер, это максимально опасный спортсмен, также хочется сделать небольшую поправочку, многие я видел, слышал, многие пишут, что вот, у Бруно Сильвы не самое лучшее кардио, там у него ужасное кардио, еще там что-то, ребят, я с этим выражением абсолютно не согласен, я бы не сказал, что у Бруно Сильвы ужасное кардио, по той простой причине, что мы видели, да, в его поединках в UFC, как его пытались бороть все три раунда, И под конец, я забыл фамилию, честно сказать, этого спортсмена, это, по-моему, предпоследний поединок Бруно Сильвы, или предпредпоследний, где его постоянно пытались бороть, в итоге в третьем раунде он просто нокаутировал своего оппонента, да, плюс также в этом поединке, я имею в виду Бруно Сильвы против Алексе Перейры, да, там Сильва подустал, но, если вы пересмотрите внимательно этот бой, вы увидите, сколько Перейра, да, бил по корпусу, То есть, там было огромное количество ударов, там удары были и с ног, и с рук, поскольку базовый кикер знает, как грамотно пробивать, да, знает технические вот эти моменты, все нюансы тонкие, как пробить корпус оппоненту, да, ну, естественно, конечно же, ты подсядешь, да, когда по тебе обрушиваются вот такие вот жесткие попадания, можете пересмотреть этот поединок, и вы сами все увидите. Поэтому в ударной технике, конечно же, бразильский спортсмен чувствует себя прекрасно, и также стоит подчеркнуть, что серийно работает, комбинационно серийно работает, да, за счет того, что зачастую выигрывает в антропометрических показателях со своими оппонентами, да, то старается просто их не подпускать к себе за счет длинных рычагов, если же оппонент врывается, да, то есть комфортно себя чувствует на дальней и средней дистанции. То есть на ближней дистанции, да, у него есть ряд проблем, но вот те дистанции, которые я озвучил, они для него как раз-таки максимально удобны. Что касается его кардио, то, ну, нельзя сказать, что он прям кардио-машина, да, ну, и нельзя сказать, что он там как-то очень сильно устает, потому что поединок вот крайний с Бруно Сильвой был довольно-таки плотный, и, в принципе, он показал, что дистанцию, да, 15 минут он выдержать может. Переходим к сопернику Алекса, это Шон Стрикланд, боец, который уже, ну, блин, ну не вечность, но точно огромное количество времени, по-моему, с 14-го года он был подписан в UFC, выступая в сильнейшем промоушене, успел подраться со многими там и около топовыми, да, и топовыми спортсменами, и, в принципе, показывал хорошие результаты. В общем, до того, как пришел в UFC, был чемпионом там регионального промоушена Котч, ну, и, соответственно, да, в статусе непобежденного такого проспекта молодого голодного бойца пришел самый сильный промоушен мира. В общем, в UFC проигрывал он Камару Усману, ну, там, в принципе, понятно, да, поскольку базовому Камару борьба, и когда против тебя выходит такой танк, ну, сложно там вообще что-либо по большому-то счету сделать. Да, сейчас Стрикланд идет на хорошем победном винстрике, да, сейчас он разносит своих оппонентов, ну, как сказать, разносит, в принципе, неплохо работает, вот, с Брэндоном Аленом хороший поединок закатил, да, идя андердогом, там, никаких шансов не оставил, не дал себя перевести, а в стойке просто Алена уничтожил. Ну, мы видим, мы видим, да, что Брэндон Ален это боец, вот, чем дальше Ален выступает, чем больше Ален выступает, да, чем дальше он проходит в UFC, тем видно, что, ну, боец, скажем так, какого-то определенного уровня, то есть он не прогрессирует, да, не спускается вниз и не, как говорится, не поднимается вверх, да, ну, лично это мое мнение, вот, судя по его поединку, вообще крайний бой, да, который провел Ален, просто ужасный какой-то поединок, там, по-моему, сплитом он проиграл, ну, в общем, там поединок был очень конкурентный, очень близкий и, блин, против кого там был бой, ну, чел какой-то, я не знаю, как бы, в принципе, хороший, да, по-моему, из Новой Зеландии, Мелкун, по-моему, его зовут как-то так, в общем, мне вообще не понравилось, как Ален выступил, вот, также Стрикланд побеждал Юрая Холла, да, решением судей, крайний свой поединок он провел против Джека Хермансона, это было 5-раундовое противостояние, раздельным решением судей одержал победу, ну, не знаю, насчет разделки, конечно, спорно, мне кажется, там все-таки уверенная была победа, но судей посчитали именно так, ну, мы знаем, да, что судей в последние, особенно в последних боях, нас вообще удивляет, конечно же, в общем, переходим к бойцовским качествам Шона, это, в принципе, хороший ударник, да, который, которому комфортно работать на средней и на ближней дистанции, да, у него хороший бокс, но это боец неподвижный, то есть он вкапывается, в буквальном смысле этого слова, да, в клетку, становится напротив и готов рубиться, то есть вот, в принципе, вся его работа, может побороться, да, может побороться, контроль не самый лучший, тейкдауны, я имею ввиду переводы в партер, да, в принципе, тоже, ну, не самые, скажем так, ну, не славится он этой работой, потому что, в принципе, он не старается работать в этом ключе, все, вся его работа построена вокруг того, чтобы работать со своим оппонентом в стойке, подзарубиться с ним, вот именно это любит Шон Стрикланд. Что касается его кардио, то мы видели в его крайних двух боях с тем же Холлом, с тем же, как я уже сказал, Хермансеном, да, пять раундов он отработал и по кардио чувствует себя комфортно. Ну что ж, ребят, таким образом мы переходим к прогнозу на этот поединок, давайте взглянем на котировки букмекерских контор. Здесь у нас фаворитом идет Алекс Перерре, коэффициент, ну, это небольшой фаворит, да, за 1.85, за двушку идет Шон Стрикланд. Ну, скажу свое мнение так, что однозначно, если бы, как матчмейкеры раньше и планировали сделать этот поединок пятираундовым, однозначно, ребят, однозначно, я думаю, Шон Стрикланд бы в четвертом, в пятом раунде и по, скажем так, общей работе, возможно, да невозможно бы, он бы переработал Перерре у этого однозначно. Вот, то есть я думаю, что на пять раундов вряд ли бы его хватило, а на три раунда это уже другой разговор. То есть, в принципе, я считаю, как я и говорил, да, на три раунда Перерре может хватить. Да не может хватить, его, скорее всего, наверное, и хватит, да, потому что это очень опытный кикер, он знает, как работать. Повторюсь еще раз, да, то, что в крайнем поединке против Бруно Сильвы, боец, который является опасным спортсменом, боец, который является с нокаутирующей, обладает, точнее, нокаутирующей мощью, сам Перерре смог его потрясти, да, и чуть ли там не финишировал, ну, финишировал, точнее, не смог финишировать, да, есть ряд определенных причин, потому что Бруно Сильвы все-таки крепкий спортсмен, да, и он нам это не раз демонстрировал. Соответственно, здесь весь этот поединок будет строиться вокруг однозначно ударной техники. Будет ли Шон Стрикланд бороться? В принципе, может, да, может попробовать побороться, но я думаю, что сейчас скилл защиты от тейкдаунов и, в принципе, защиты от борьбы, именно вот этих моментов, чтобы когда тебя перевели, попробовать встать, как раз-таки у Перерре прокачен. Я думаю, что к этому поединку он также добавить должен, необходимо ему добавлять в этом аспекте, да, потому что все-таки тренируется он с Тейшерой, я думаю, что Тейшера, как такой опытный воин, должен подсказать ему, да, должен выстроить геймплан на этот поединок, соответственно, как работать, в принципе, в борьбе и в партере в целом. Поэтому я думаю, что если будут получаться у Стрикланд тейкдауны, то они не будут нести за собой каких-то серьезных последствий, конкретно для бразильского спортсмена. В ударной технике, еще раз повторюсь, да, что здесь у нас есть Тейкланд, которому комфортно работать на средней и ближней дистанции, и есть бразилец Алекс Перерре, который, наоборот, работает на средней, да, ну, также на средней, но и на дальней дистанции, на ближней чувствует себя, ну, не так комфортно. Соответственно, за счет того, что, возможно, у него антропометрия, да, она, возможно, приносит ему какой-то дискомфорт в ближней работе. Ну, опять же, это лично то, что я заметил. Поэтому, кто навяжет, скорее всего, свою работу, тот и одержит победу в этом поединке, безусловно. Здесь, в плане кардио, отдаю предпочтение Стрикланду. В плане ударной техники, мне кажется, что все-таки арсенал Перерры, он, за счет того, что он базовый кикер, и по кик боксингу, да, он выступал огромное количество времени, опыта там вагон. Я думаю, что небольшое совсем преимущество можно склонить в его сторону. Ну, и опять же, да, нужно понимать, что четвертый номер, Шон Стрикланд, выходит против бойца, который не входит в топ-15, для чего этот поединок делается. Скорее всего, для того, чтобы Алекс одержал победу. То есть, соответственно, здесь мои ставки. Это Алекс, Перерра, победа, тотал больше по раундам, тотал больше полтора, тотал больше двух с половиной раундов, можно рассмотреть. Там, в принципе, кэф это хорошее. Ну, и, соответственно, я думаю, что, возможно, здесь будет какой-то близкий бой, раздельным там решением судей, да, но в любом случае, сейчас, вот если посмотреть, да, на средний вес, то есть, ну, вот у нас есть сейчас чемпион Израиля Десаня, да, в любом случае, я думаю, что матчмейкеры сейчас Алексе Переру грамотно, прям максимально так грамотно подводят к тому, чтобы уже он подрался, чтобы увидеть реванш, потому что это продажа платных трансляций, это бабки, я думаю, что матчмейкеры все это дело как раз-таки к этому и ведут. Но, если мы даже этот аспект не смотрим, то я думаю, что со спортивной точки зрения у Алексе Перерры есть шанс на то, чтобы одержать победу в этом поединке, а вот эта политическая сторона, она добавит небольшой плюсик, ну, если же, конечно, он не улетит в нокаут или не будет задушен. В общем, да, друзья, вот такое вот у меня мнение касаемо этого поединка, теперь интересно послушать, что вы думаете, пишите все свои мысли и прогнозы в комментариях, самое главное, не забывайте подписываться на мой YouTube-канал, прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Я внучу с вами попрощаться, ребят, всем пока и хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok